Всем привет! Сегодня я вам расскажу о заводе Фауретция. Попробую разложить все по полочкам от А до Я. Что такое вообще Фауретция? Фауретция это французский концерн, который делает запчасти для автомобилей. В Чехии находятся конкретно 5 заводов Фауретция. Самые крупные находятся в таких городах, как Младом Валеслав, Пилзень и город Писок. А в последнем мы и находимся. Наш завод делится на две части. Делает глушители для автомобилей и каркасы для сидений. На заводе работает около 700 человек. В основном это Чехи, Словакии, Молдаване, Вьетнамцы и Украинцы. Как все началось? В первый день нас привезли на завод, собрали собрания, рассказали о истории завода. Также нам провели экскурсию по заводу, выдали форму, выдали пропуска, рассказали график работы, показали, где находятся столовые, где находятся туалеты. И самое основное это подписали контракт. На некоторых моментах хочется остановиться более подробно. На таких, как, например, форма. Форма выдается абсолютно бесплатно. Нам выдали три комплекта футболок, выдали две пары штанов и две куртки. Вся форма белого цвета. Ну, наверное, это ошибка завода. Почему? Потому что вы работаете с масляными деталями и первый день у вас форма уже будет очень грязная. Но это не так страшно. Почему? Потому что завод позаботился об этом и вашу форму стирает абсолютно бесплатно. Единственное, что от вас требуется, это не забыть вовремя расположить эту форму в специальные ящики в определенный день. Ну, поэтому такой маленький бонус от завода. Второй пункт, на котором хочется остановиться более подробно, это столовая. Вы можете кушать как в столовой, так и брать еду с собой. Если заказывать еду через столовую, завод вам обеспечивает 50% скидку на питание. Что для этого нужно? Нужно заказывать еду на следующий день. То есть, если вы хотите кушать, вы сегодня заказываете, завтра кушаете, завтра заказываете, послезавтра кушаете. Сразу кушать в один и тот же день можно, в принципе, но это будет по полной стоимости. Поэтому в целях экономии важно соблюдать такие правила. Если не хотите пользоваться столовой, можете брать с собой бутерброды, еду любого вида. Есть комната приема пищи, где можно спокойно это покушать, все. Плюс есть холодильник, есть чайник, есть кофе-автоматы и так дальше. Третий пункт, на котором хочется остановиться более подробно, это уже подписание контракта. В чем здесь суть? Перед тем, как подписывать контракт, вам предлагают варианты должностей. Есть два варианта. Это вариант оператора и второй вариант – это логист, то есть логист на складе. В чем отличие от данных должностей? Оператор работает конкретно на линии, логист работает на складе и привозит все детали на специальной машине к оператору, для того, чтобы тот уже мог закладывать эти детали. Работа логиста чуть сложнее, но она более высокооплачиваемая. На пару тысяч крон она будет выше. Поэтому предлагается, как правило, логистика мужчинам, а девушке в основном операторы. Ну а там, если вы приехали с семейной парой, вот как мы, то мы выбрали возможность работать вместе и выбрали работу оператор. На второй день нам назначили медосмотр. В принципе, там ничего сложного абсолютно нету. Проверили руки, ноги на месте, глаза есть, слух есть. Это самое как бы основное. Ну и дальше нам потом уже расставили смены. Как далеко находится завод от места вашего жительства? Если брать наше конкретное общежитие, то завод находится в районе трех километров. Есть два варианта направо до завода. Первый вариант – это пешком. Занимает около 40-45 минут, не спеша. Второй вариант – это автобус. Стоимость автобуса составляет 16 крон в одну сторону. Но есть еще вариант приобретения проездного билета. Его можно приобрести как на месяц, так на квартал, либо на ход. Чем больше будет срок, тем выгоднее будет для вас использование данного проездного билета. Что касается графика работы. Завод работает на три смены. Первая смена с 6 утра до 2 часов дня. Вторая смена идет с 2 часов дня до 10 вечера. И третья смена – это начиная с 10 вечера до 6 утра. В каждой смене есть перерыв 30 минут, которые вы можете там сходить, покушать, отдохнуть и так далее. Работа идет по 8 часов, но есть и доп. часы. Доп. часы подаются, как правило, по 4 часа. То есть в сумме у вас выходит за смена 12-часовая. Но будьте внимательны, что мистер – это начальник вашего отдела, может предложить как 4 часа перед вашей сменой, так и после вашей смены. Например, я сегодня работаю на первой смене. Ко мне подходит мистер и предлагает прийти завтра на подработку. И указывает – тебе нужно выйти на 2 часа ночи. То есть я буду работать с 2 часов ночи, и потом свою смену в 8 часов с 6 утра до 2 часов дня. В сумме у меня получится 12 часов рабочей смены. Не стоит переживать, что вам придется пешком идти, либо автобусы, даже время не ходят. Об этом завод позаботился и за вами присылает такси. Такси абсолютно будет бесплатно, поэтому за это переживать не нужно. В таком же случае такси вызывать, если вам нужно добираться обратно. Например, если вы работаете с 6 утра до 6 вечера, 4 часа дополнительно отработали свои часы, то вам вызывается такси и отвозит вас домой. А после того, как расставили вам уже смены, показали вам график, вам показывают линию. В чем заключается наша работа? Мы попали на линию Volkswagen Golf, которая делает сидушки для автомобилей. В первый день работы за вами закрепляет наставника, который полностью контролирует и показывает вам, как нужно правильно закладывать детали на робота, который будет сваривать эти детали. После того, как вы уже научитесь досконально закладывать эти детали на робота, вы будете уже работать одновременно на двух роботах. Закладывать детали на первую машину, и в то время, когда она уже будет сварить, вы будете закладывать детали на вторую машину. В итоге у вас получается левая и правая сидушка. Каждую деталь робот делает около полторы минуты. Таких деталей вам за одну смену нужно сделать 441 штук. Это норма, которую нужно стараться делать ежедневно. У девочек работа аналогичная, но только единственное преимущество у них чуть легче детали. Если у мужчин детали весят около 7 кг, то у девочек в два раза легче. Трудности данной работы заключаются в том, что вы постоянно находитесь в напряжении, то есть спина, руки, шея, постоянно в напряжении, потому что вы закладываете детали, детали нелегкие, поэтому приходится чуть-чуть трудно. Ну и переходим к основной части, наверное, интересующей всех. Это какие плюшки мы получаем от всей этой работы. Ну, основное это, как ни крути, материальная часть, зарплата. Мы имеем оклад ежемесячный, в зависимости от того, сколько часов мы отработаем. Как норма, она каждый месяц разная. Значит, на февраль и на декабрь она составляет ориентировочно 150 часов. Почему? Потому что это короткий месяц. Февраль имеет 28 дней, либо 29, как правило. А в декабре, 21 числа, все заводы в Чехии останавливаются на праздники. Поэтому там нормы тоже идут меньше. В остальные месяцы норма, как правило, 160 часов. То есть, если вы отработали 160 часов, вы получаете гарантированно 16300 крон на данном заводе. С этой зарплаты у вас вычитается еще жилье. И это остаток, который получается, 15300, вы уже получаете на руки, если отработали данную норму. Также есть еще здесь премия. Премия состоит из трех частей. Каждая часть составляет 5%. Из чего состоит премия? Это выполнение нормы, это выполнение плана и посещаемость ваша. То есть, если вы не пропускаете ни одного дня, вы получаете премию 5% дополнительно. Но с этих премий, я вам сразу скажу, учитываются налоги, поэтому на нее сильно рассчитывать не нужно. Как правило, каждый месяц выполняется две премии. То есть, грубо говоря, на 10% вашего оклада вы можете рассчитывать. Ну, а там уже все зависит от вас. Что еще мы имеем? Отпуск 5 недель. Также наш завод делает отчисления в социалку и здраводку. За работу в ночные, праздничные и выходные дни также мы получаем дополнительные бонусы в зависимости от того, какой это день. Вот, в принципе, вся информация, которую я хотелось с вами поделиться. Если вдруг какие-то остались вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. Постараюсь на все ответить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!